Привет, красотка! И, наконец-то, у меня на канале максимально бьюти-видео. Не какой-нибудь влог, не какая-нибудь история про мои роды, например, а чисто бьюти-видео. Я надеюсь, вы ждали. Я по ним, на самом деле, очень даже соскучилась. Хотя, знаете, по-моему, вы принимаете видео о моей беременности и о родах намного лучше и активнее, чем мои бьюти-видочки. Но я надеюсь, это не означает, да, что вы хотите смену темы моего канала. Итак, сегодня у нас новая рубрика. Я очень надеюсь, что она вам понравится. Это действительно будет рубрика, потому что, мне кажется, это полезно. Раз, интересно, два. Что еще нужно для счастья? Ничего. Я решила делать такие подборки топ-5, топ-7, топ-10 средств какой-то марки. Того, что я протестила лично на себе, что мне понравилось и что я могла бы порекомендовать вам. И сегодня, как вы поняли по названию, это всеми любимая компания Maybelline. Это бюджетная марка, всем известная марка. У меня помада от Maybelline появилась еще, наверное, в классе в восьмом. А, кого я обманываю? Это была помада моей сестры. Я просто ее забрала, вот она и стала моей. Сегодня я подготовила 7 самых классных, по моему мнению, средств от Maybelline. Здесь есть и супер какое-то старое средство, которому уже, может быть, лет 5. Но они до сих пор продаются, конечно же, иначе. Зачем вам эта информация? Так и абсолютные новинки, которые вот-вот 2019 года. Я очень надеюсь, что вам эта рубрика понравится. И дальше я бы могла делать такие подборки от брендов, которые всем нам известны. Artvisage. Очень бюджетная марка, но с очень крутыми, приятными продуктами. NYX. Не очень бюджетная, но безумно яркая и классная марка. DIVAGE. Времен с собой. Я не знаю, столько марок на самом деле классных. Иногда глаза разбегаются, что купить, что выбрать. И, возможно, такие вот ролики, такие подборочки вам будут полезны. Ну все, давайте начинать. И давайте, наверное, начнем с самого старого средства. С самого моего долгого и пожившего любимчика. Но эта помада продается до сих пор. И это обалденная. Кстати говоря, она матовая. Я только сейчас-то поняла, что она матовая. Но она была матовая еще тогда, когда мода на матовость еще не началась. Она, собственно, сейчас у меня на губах. Это такая светло-нюдовая помада. В безумном приятном оттенке, которая подходит, мне кажется, всем. Эту помаду можно наносить, я наношу в основном пальчиком. То есть прямо вот вбивающими движениями. Чтобы она легла легко, максимально естественно. А можно ее наносить прямо по контуру с карандашом. И тогда у вас будут такие, знаете, очень объемные, пухлые губы. И она с одной стороны, вот я сейчас смотрю на себя в зеркало и пытаюсь понять. Она матовая действительно. То есть она не имеет каких-то светоотражающих частиц. Она не блестит. Но в то же время наносится она очень приятно. Губы не сушат в течение дня. И очень она ноская. Хочу показать, сколько ей лет. У меня может быть 3 года. И в ней предостаточно так средств остается. Второй продукт тоже очень давний. Мой любимчик. Это подводка от Maybelline. Просто с невероятно классным кончиком. Собственно, за что я ее и люблю. Потому что у нее острый, тоненький, аккуратненький кончик, которым рисовать стрелку просто одно удовольствие. Можно нарисовать себе суперширокие, супертоненькие, кошачьи, двойные. Да хоть какие, извините, пожалуйста, за звук. Мне прислали смс МЧС. По данным синоптика, в днем 2 июля в Сырловской области ожидаются сильные, очень сильные дожди. Сильные и очень сильные дожди. Будьте бдительны. Раньше она называлась вот так. Вот здесь будет название. Сейчас произошел ее ребрендинг, перезапуск. И она сейчас выглядит вот в новой упаковочке. И называется вот так. Напишу вам тоже здесь. Но она ничуть не стала хуже. Более того, она еще и появилась в нескольких других оттенках. А именно в зеленом, в синем, по-моему, там коричневый может быть есть. А цветные подводки это просто любовь. Следующий продукт тоже покупала я года 2 назад. Это была моя первая палетка для контуринга. И она на самом деле очень классная. У нее очень правильный оттенок для контуринга. Он дает красивую естественную тень. И также здесь есть маленький такой участочек. Это хайлайтер. И вообще посмотрите, как много продукта осталось. Такое ощущение, что он новый. Но я клянусь, я пользовалась им точно в течение года. Вот на каждый день. На постоянной основе. То есть продукт очень-очень ноский. И его хватит надолго. А самое приятное, что здесь есть зеркаль. Это на самом деле такая классная штука. Ее можно взять с собой. И в случае, когда тебе нужно зеркало. А нам, девочкам, зеркало нужно очень часто. Просто посмотреть, как ты выглядишь. Подправить макияж. Улыбнуться самой себе. И сказать, что ты красотка, например. В общем, классно, что здесь есть качественное. Вот хорошее зеркало. Я сейчас на тебя смотрю. Все четко. Все нормально. Ну и давайте разбавим продукты, которым уже несколько лет. Новенькими, абсолютно свеженькими. И мною уже очень полюбившимися продуктами. Например, вот этот лайнер. Он у меня в синем оттенке. Также он у меня есть в зеленом оттенке. Ну что тут еще говорить. Я уже не раз выражала свою максимальную любовь к чему-то цветному. В макияже. И вот чаще всего я люблю делать все-таки акценты именно на глазах. Например, с губами экспериментировать. Ну, это вот по классике. Знаете, либо красный, либо нют. И реально, я больше никакими другими оттенками-то и не крашусь никогда. А вот с глазами там все цвета радуги. И вот этот лайнер невероятно классный. Его можно нанести просто как стрелку, знаете, а-ля стрелку. Даже не выводя кончик. Просто подводочкой такой вырисовать. Накрасить реснички. И все. Это уже с цветными стрелочками. Можно сделать эту же подводочку и растушевать кисточкой. И тогда получится приятная синяя дымка. Подчеркнет любой цвет глаз, на самом деле. Но особенно карий. Ну, не знаю. У меня зеленый. Мне тоже очень нравится. И знаете, что я вам хочу сказать? Что этот лайнер и следующий продукт, который я вам покажу, тоже от Maybelline, будет участвовать в моей Александра Паснова Б. В прошлом видео я вам уже немножечко приоткрыла завесу тайны, что вообще я все это время делала вторую партию. Хотела сказать вторую Александра Паснова бокс. Но это не совсем бокс, потому что это все-таки сумка. И она у меня так, знаете, скромно прячется на заднем фоне. Это вот такая плетеная сумка, которую вручную плели в пятитысячном экземпляре в Китае. Потом отправляли нам. И она очень качественно сделана, очень круто выглядит. А самое главное, это сейчас тренд. Знаете что? Когда я создавала эту сумку, когда мне пришла идея вот такой вот плетеной сумочки, я даже не подозревала, что это будет таким ажиотажным брендом весной и летом 2019 года. Потому что это я придумала задолго до, поверьте. Но я очень рада, что моя интуиция, видимо, подсказала. И сейчас действительно в шоурумах, везде, в магазинчиках во всяких продаются такие сумки за хорошую такую цену. Но у меня эта сумочка еще будет с приятным наполнением. И, собственно, почему я о ней заговорила? Потому что, красотки, я объявляю конкурс. Красотки, я хочу разыграть среди вас три бьюти-сумочки перед стартом продаж. Представляешь, ты сможешь получить эту стильную сумку с классным наполнением раньше всех. Для этого подпишись на мой инстаграм, на инстаграм Royal Samples, а также выстави любую свою фотографию в инстаграм с хэштегом Александра Паснова Beauty Bag. Результаты конкурса уже 7 июля в моих сториз. Ну что, двигаемся дальше. И следующий продукт, который, как я уже сказала, тоже попадет в мою сумочку. Это один из самых ярких и самых важных мастхэвов на каждое лето. Классическая красная помада. Но на самом деле это не простая красная помада. Дело в том, что марка Maybelline разработала целую линейку, целую серию помад, которые подходят абсолютно всем. То есть, вы знаете, такая фраза типа, а мне красная помада не идет, вот здесь не канает. Потому что эти оттенки были проверены на всех оттенках кожи, с разными подтонами, на разных расах людей. И всем помады из этой линейки подходили идеально. Для меня на самом деле красная помада это прям вот вызов самой себе. Это некий выход из зоны комфорта. Потому что для меня нют это вот что-то такое, знаете, комфортное, любимое, мое. И вот когда я рисую что-то яркое на своем лице, во-первых, это безумно поднимает мне настроение. Это выводит меня из зоны комфорта, еще раз повторюсь. И вот эта красная помада не даст мне усомниться, что она мне все-таки подходит. Потому что эти помады подходят абсолютно всем. И что не нужно стесняться такого яркого, но безумно красивого цвета. И вообще, когда, как не летом, многих, у кого учеба, им вообще запрещено с красной помадой. Там кому-то в школу, кому-то в университет ходить. Так вот летом, девочки, можно оторваться. Следующий продукт, это снова мой любимый старичок, которому уже года два, наверное. Это гель для бровей. И опять же, в чем здесь огромное преимущество? В том, что этого продукта мне хватает уже вот, ну, я не знаю, насколько. Отлично фиксирует, немножечко добавляет цвета. Но, знаете, не так, что ты вот только начинаешь рисовать, и все, у тебя уже брови испорчены. Они какие-то черные стали от этой краски. Нет, несмотря на то, что здесь гель цветной, он дает такой приятный оттенок. И ловите, кстати, девочки от меня лайфхак с гелем для бровей. Если вы хотите прям вот стойкую-стойкую фиксацию, у вас брови, может быть, непослушные, я делаю так. Я наношу гель для бровей, продолжаю делать там свой макияж, что-то заканчиваю ресницы, крашу. И когда уже брови немножечко зафиксировались, я прохожусь гелем для бровей еще раз. Казалось бы, что тут такого? Просто нанеси их в два слоя. Но нет, нужно именно подождать, пока брови зафиксируются, и пройтись им еще раз. Вот тогда фиксация будет намного лучше. Ну и последний продукт, но не по значению, это вот прям новинка-новинка. Это тушь для ресниц, и она в разных оттенках. Моя любовь к разным цветам во всех продуктах, мне кажется, не имеет границ. У меня, например, оттенок черная вишня. Также есть синяя тушь. Ну и, конечно, у них есть также классическая черная тушь. Очень удобная кисточка. Я, конечно, в свои любимчики записала именно цветной вариант этой туши, потому что черная классическая это окей. И моя черная классическая, вы знаете, какая любимая, не Maybelline. Так что, если вы хотите разнообразить свой макияж, почему бы нет? Только не делайте и цветные стрелки, например, и цветную тушь. Это уже что-то слишком. Ну что, мои 7 средств подошли к концу. Я очень надеюсь, что видео вам было полезно. Обязательно напишите в комментариях, какие есть любимчики от Maybelline у вас. И также напишите, хотели ли бы вы такую рубрику. И если да, то... Я вообще сейчас запрягла вас. Напишите это, напишите то. Ну, в общем, если вам не трудно, то напишите еще, от каких брендов, от каких марок вам бы хотелось подборок. Ну все, красотки, я буду с вами прощаться. А вы не забывайте подписываться на мой инстаграм, потому что именно там все новости по моей бьюти-сумочке. Именно там все новости мои из жизни вообще. Я очень часто выставляю сториз, выставляю посты, делюсь какой-то моей личной информацией из жизни. Поэтому жду вас там. Помните, что я вас очень сильно люблю и улыбайтесь чаще. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok